Приветствую вас, и для начала давайте попробуем сказать так, что от страха избавляться не нужно. Дело в том, что если есть страх, значит есть подредка. Если есть страх, значит есть угроза. Угроза, опять же, для вас, угроза, опять же, для чего-то в вашей жизни, для спокойствия в вашей жизни и так далее. И в первую очередь нужно понять это, почему есть угроза, в чем она проявляется. Почему вы считаете, что угрожает именно вам? И в чем опасность для вас? Страхи, они бывают разными и очень жаль, что вы не написали о том, от чего именно вы боитесь, что конкретно вызывает у вас страх. Это было бы весьма полезным дополнением, но раз мы имеем то, что имеем, то давайте тогда попробуем с вами разобраться. Смотрите, первое, что нужно, это несколько психологических средств, которые помогут вам не бояться. Значит, первое психологическое средство звучит так. Представьте себе, что то, чего вы боитесь, уже произошло, а то, чего вы боитесь, уже случилось. И соответственно, как вы будете поступать в этой ситуации? Если вот все-таки случилось так, что произошло, что-то вы боитесь. Соответственно, понимание того, как вы будете действовать в случае, если произойдет то, с чего вы боитесь. Это позволит вам все-таки подготовиться к тому, что может случиться с вами. И эта подготовленность даст вам необходимую уверенность в том, что вы справитесь. То есть нужно не избавляться. То есть нужно не избавляться. Нужно прочувствовать. То, чего вы боитесь, ну не боитесь, ну не боитесь ощутить это. И подкорректировать вашу деятельность. Далее. Далее можно сказать вам так. Да давайте себе вопрос. Наступило ли то, чего я боюсь? Наступило ли то, чего я боюсь? То есть если еще не наступило, то бояться нечего. Постоянно отдергивайте себя. Когда начинаете бояться? Когда начинаете бояться? Вот чувствуете вам страх и, соответственно, спрашивайте себя. Так, а случилось ли то, чего я боюсь? Или еще нет? Далее. 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 Если все-таки случилось, то так ли это страшно? То есть так ли страшно то, чего я боюсь? И чем конкретно страшно то, чего я боюсь? А дальше вам необходимо постараться для себя, опять же для себя представить последствия того, что произошло. Ну то есть вот, до чего вы боитесь случилось, и вы представляете себе последствия этого нежелательного происшествия в вашей жизни, и просто-напросто выстраиваете себе схему поведения, которая будет направлена на оккупирование последствий. Основная проблема любого страха заключается в том, что вы испытываете потребность защищаться. И вопрос в том, почему, почему вы испытываете эту потребность, потребность защищаться. Я полагаю, если на этот вопрос будет найден ответ, то вы сможете не избавиться от страха, а принять его и подкорректировать свое поведение так, чтобы с одной стороны, и не бояться, с другой стороны, и совсем не испытывать страха, потому что он нужен. Порой люди испытывают страх, потому что они не уверены в себе, не уверены в себе в том, что делают, делают, они боятся неудач. Порой люди испытывают страх, потому что для них очень важно то, что они делают. Далее, вам нужно определить, какой ваш вариант. И далее, далее, уже в направлении конкретного варианта работать. Либо с психологом, либо самостоятельно, через те средства, что я вам назвал. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok